доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game и сегодня мы зайдем на один из проектов который построен на игре rdr2 red dead redemption 2 проект называется wild world естественно расположен на мультиигровой платформе red m в общем то с этой мультиигровой платформы связано большинство проблем как запуском этой игры так и самой игрой вот у меня например игра как вы можете сейчас заметить запустилась в оконном режиме ну и пока я не пойду кастомизацию мне не перейти в режим настройки и не развернуть игру на полный экран но это вот особенности данной платформы про который я всегда говорю что что red m что 5m я их не люблю платформы на самом деле достаточно хорошие на них можно делать интересные проекты но сама по себе платформа очень и очень печальная странная и никак не может взаимодействовать с nvidia ским оборудованием я пишу через shadow play и я даже не могу увидеть индикацию когда идет запись или когда ее нету это все проблемы именно этой игровой платформы которая не видит оборудование geforce nvidia ну ладно будем заходить на проект и смотреть что он из себя представляет вы можете заметить если кто играл в rdr2 онлайн то в общем-то меню кастомизации очень похоже на то как как это сделано в онлайновой версии менюшка здоровая большая много позиций тут есть даже рост человека ширина лица ширина плеч ширина талии настроек очень очень много настроечки интересны если сравнивать например с схожим проектом на данной игре rdr2 но называется red west по моему то здесь мне вот например настройки персонажа и меню персонализации понравилось гораздо больше сделано интересно сделано прикольно не багается в отличие от предыдущего моего посещения сервера rdr2 здесь все достаточно хорошо выполнено ну по настроечкам вы видите как это сделано в общем то вот стоим спокойненько настраиваем персонажик никуда не девается у меня получился вот такой вот чапаев а после того как мы настроили нашего персонажа дали ему какую-то одежду я кстати в одежде не особо разобрался у меня получились просто штаны в общем то вот идет появление на самом проекте смотрите как прикольно сделано до взята в механика из игры появле и мы опускаемся на проект на воздушном шаре правда опять тут надо сказать что вот эта платформа redem который мне очень не нравится я увидел что я смогу развернуть игру на весь экран развернул и вот произошло то что произошло персонажа растянуло на весь экран потому что и разрешение тоже к сожалению не сохраняется если вы играли на каком-то другом проекте до или например в онлайновую версию у вас есть там свои настроечки до зайдя на этот проект все настройки на хрен куда-то пропадают все придется перед настраивать ну а в моем случае меню еще и на английском языке не знаю как это получилось у многих меню на русском языке у меня почему-то на английском как так не знаю ну придется опять перенастраивать ну а сама перенастройка дело на самом деле непростое мне пришлось зайти в нормальную версию сделать скриншоты меню настроек выложить его на соседний экран и сравнивая с английской версии настраивать ну придется настраивать достаточно много и долго ну ладно к этому мы вернемся чуть позже ну а пока карта которую вы сейчас видите здесь есть рабочие занятия я должен сказать что сервер не находится не в альфа-б версии не в бета-тесте ну в общем-то это открыто и даже если исходить из сказанного в группе вконтакте это вообще вторая версия то есть есть еще и видимо было вернее видим еще и первая версия данного проекта эта версия 2 и готовится уже третья версия которая будет платная ну это мы тоже рассмотрим чуть позже итак приступаем вот так вот выглядят рабочие занятия никакой интуитивности нету вообще никакой вот у меня например вы сможете заметить в левом нижнем углу мини карта но она не работает я зашел в группу вконтакте и там есть пояснительное видео как вам надо действовать на этом проекте так вот у человека на видео мини карта есть у меня ее нету в чем дело вот хрен его знает например на проекте редвест у меня есть мини карты она работает здесь она не работает ну просто ни в какую понять куда вам надо идти можно только через нажатие карты на карте горит метка ну и еще раз перезайдя опять перенастроив игру я перезашел с другими настройками опять устроился на это рабочие занятия занятие называется уборщик через карту я увидел где горит меткой ну и дальнейшем нам все время придется открывать карту может быть я не знаю может быть эту карту надо купить в магазине и тогда она у вас появится может быть такая механика это скорее всего такая механика и есть но к магазинам опять же таки мы вернемся чуть позже а пока то что мы видим не знаю так задумано или это баг какой-то я не знаю действительно не знаю и разобраться в этом возможности не было и все время придется взаимодействовать с карты и так мы идем на первую точку которая выглядит вот таким вот образом и тут идет анимация подметания но мы устроились уборщиком ну и анимация значит соответствует тому что чем мы занимаемся вообще если говорить об этом рабочем занятии то вам предстоит ходить по четырем точкам которые горят вот таким вот желтым блином ну и смотреть на эту анимацию в общем то больше от вас ничего не требуется по истечению этих четырех точек которые все время надо открывать карту потому что мини карты у меня нету опять скажу не знаю в баг это или какая-то странная механика но мини карты у меня нету куда идти я не знаю все время надо взаимодействовать с картой но это тоже такое себе подспорье потому что но вы должны понимать и как бы знать эту карту да ну я ее немножко знаю я играл в эту игру поэтому мне чуть-чуть полегче если вы новичок ну придется как открывать гораздо чаще потому что куда идти бы хрен его знает действительно так выполнив все эти четыре точки то есть подметая на четырех точках идет следующая анимация которая в общем то меня здорово удивило опять не знаю что это баг недоработка но это еще расскажу версия не альфа тестирования не бета тестирования не закрытые тестирования это вообще уже вторая версия игры и готовится третья версия то есть есть пояснительное видео как вы должны играть здесь то есть проект полностью открыт но имеет вот такие вот анимации которые вы сейчас видите что-то откуда-то появляется куда-то что-то убирается появляется лошадь с телегой но и дальше опять с помощью карты вы должны отвести идет таймер так как вы карты не знаете навигации у вас нету первый раз попасть в нужную точку достаточно сложно опять не знаю ну вот это так задуманно или что вот это такое я не знаю действительно не знаю но меня это преследовало на протяжении всего этого обзора карта не работает никак имеется ввиду мини карта ну и естественно что первый раз я не успел пока разберешься куда тебе надо ехать пока ты на месте разберешься что вообще от тебя требуется проходит время таймер небольшой надо сказать если знаешь куда ехать и уже заучил маршрут вполне в него вписываешься но по первости без понимания куда ехать что делать как ставить телегу что вообще должно произойти происходит то что вы не успеваете ну а за не успевание вы получаете всего 30 центов ну и да даже в пояснительном видео начинается вернее видео с того что человек рассказывает что это роли play проект и чтобы заработать здесь какие-то деньги вам придется попотеть так и говорится дословно но здесь не то чтобы попотеть здесь наверное на мой взгляд нужно сдохнуть потому что зарабатывая по 30 50 70 центов ну вы я думаю с ума сойдете этого мы тоже попробуем дальше коснуться действительно очень очень сложная экономика которую на мой взгляд вообще не имеет место быть по экономике поговорим чуть позже ну а у про это рабочие занятия вот так вот она выглядит так как я еще самом начале сказал что интуитивности никакой нету я не смог понять что во первых у этих рабочих занятий есть некий цикл то есть мы берем мусорную повозку привозим ее сюда она естественно пропадает да но здесь есть еще один вот зеленый маркер который вы видели да здесь мы можем брать другую работу которая приведет нас к тому первому маркеру то есть здесь мы берем какое-то дерьмо также его через и конченую анимацию грузим в телегу и везем туда на станцию там и телега пропадает мы переходим буквально 10 метров на следующий маркер и опять идем подметать улицы то есть есть некий цикл зацикленность но к сожалению это есть только на этом рабочем занятии ну и давайте еще раз на него посмотрим мне пришло в голову сразу же как я только зашел до что этот проект несмотря на то что это уже вторая версия это открытый проект это уже готовый игровой продукт без всяких марок пометок что это альфа бета за это дельта тестирования нет это открытый проект на которую люди зовут играйте заходите есть пояснительное видео есть группа вконтакте вы можете даже получить какую-то роль через дискорд пожалуйста как вы все в ваших руках но как я сказал проект не тестировался и имеет кучу багов почему так а вот на этот вопрос наверное я не отвечу а сможет ответить только разработчик почему проект выглядит вот таким вот образом ну и наверное повторюсь что проект находится в таком состоянии которым можно описать его крайне сырой не играбельный не настроенный ну и куча не не и не я не являюсь не разработчиком не тестировщиком этого проекта я просто зашел как игрок и вот посмотрите сколько багов я уже нашел то есть мы можем взять лошадь у кого-нибудь да и например заниматься вот этим вот рабочим занятием вот таким вот образом которым вы сейчас видите то есть прямо посреди лошади я стою и подметаю если бы это тестировалась да а я всегда говорю ну зайди и поиграю свое творение да попробуй смоделировать какие-то ситуации я ведь не тестировщик я просто зашел вот поиграть до сделать некий обзор и вот я нахожу вот такие вот косяки это должен был найти еще разработчик на тот момент когда он устанавливал этот скрипт и настраивал его почему это не сделано почему такое отношение к проекту вот мне не понять неужели вы не можете это сами протестировать и обнаружить что можно оказывается подметать прямо не выходя из лошади кстати по поводу лошади оружие и шмоток вам не дается вообще ничего да и ставим пометочку это дикий запад здесь бегают дикие животные здесь у каждого энписи шки у каждого бота есть стволы если он сагрится по какой-то там баганой причине да он вас завалит это мы тоже в дальнейшем увидим например да и на при на проекте red west да то там сразу вам дается хоть что-то какой-то там ржавенький кольт да какие-то шмоточки и какая-то чахлая лошадь здесь же передвижение только своими ножками а это извините меня очень немаленькая карта ну и то что вы сейчас видите вот такие вот рабочие занятия еще расскажу не протестированные и не интуитивные по экономике я считаю что ее тоже вообще абсолютно никто не тестировал не пробовал даже играть и у человека на видео например на пояснительном видео в группе вконтакте есть 300 долларов вот я уверен что этот 300 долларов были получены от администрации заработать эти деньги я вам сейчас покажу как это можно ну а вернее как не можно их тут заработать так вот даже после того как вы разобрались в этом рабочем занятии заучили маршрут заучили точки еще расскажу миникарта не работает начинаем пытаться фармить да как нас это учит пояснительное видео в группе вконтакте так вот даже если все удачно складывается заметьте мы подъезжаем на точку по таймеру я укладываю все времени еще навалом но выскакивает табличка что заданием я не справился и платится всего 30 центов ну а теперь немножко математики 30 центов это понятное дело вообще ни о чем возьмем цифру хотя бы в 3 доллара до умножаем 30 центов на 10 получаем 3 доллар 3 доллара это тоже вообще ни о чем вообще как будто у вас ничего и нету на самом деле надо говорить уже о более крупных суммах но давайте начнем с того что чтобы заработать хотя бы 3 доллара до вам нужно пробежать 70 точек то есть первая точка эта точка трудоустройства потом четыре точки с анимации подметания потом . погрузки и потом . доставки так получается 7 точек то есть в результате придется пробежать 70 точек за 3 доллара но я же сказал да что 3 доллара это ни о чем поэтому здесь как хоть какие-то деньги считаются от 30 долларов почему так покажу чуть позже так вот соответственно чтобы заработать эти 30 долларов вам нужно сколько пробежать прибавляем еще один нолик до 700 точек вот этой вот работой которую я вам сейчас показал ну и соответственно этим заниматься я не стал потому что это какая-то мастурба полнейшая еще и бага на здесь добавляются баги и не только те которые я показал так например . загрузки заметьте стоит на перекрестке и постоянно мешают проезжающие мимо кареты точно так же когда вы доставляете что-нибудь вас может сбить другая карета потому что судя по всему сервер не видит телеги потому что мою телегу сбивали просто на полном ходу где какой-то дирижанс сбивал ее я это не снимал потому что ну пытался фармить багов хватает но даже если это все убрать то вот столько вот вам надо будет потратить времени действительно сколько по времени я вам не скажу это занимает огромное количество времени на вот эти вот анимации перебежки с точки на точку постоянно открывание карты доставка ну это все требует времени так что вот готовьтесь чтобы заработать на этой работе 30 долларов нужно будет совершить 700 точек 700 точек вот именно из этого я и беру что слова автора вам придется попотеть немножко неправильный вам придется умереть здесь за эти деньги да и деньги то на самом деле это никакие это действительно никакие чуть позже мы этого коснемся но так как это рабочее занятие я посчитал вообще полностью отсутствующим в качестве экономического какого-то развития я пошел искать другое другое тоже есть и она показана видео это сборщик тростника ну а как это выглядит вы сейчас видите в принципе это тот же самый скрипт только с другой анимацией точно также ходим по точкам точки кстати разбросаны не так как на уборщике это все находится вот на этом маленьком поле мешает опять отсутствие мини карты потому что не понимаешь в этом тростнике где искать эту точку постоянное прожмыхивание карты постоянное постоянное казалось бы пройти надо всего пять метров но ты все равно не знаешь даже направление в каком тебе надо идти поэтому всегда приходится нажимать карту ставить метку закрывать карту идти на эту точку очень очень все долго ну а дальше после того как мы побегали по сбору тростника идет все то же самое как я и говорил это тот же самый скрипт только перенастроен вот и повешена другая анимация дальше идет опять вы видите бага на анимация погрузки чего-то откуда-то куда-то появляется телега и мы отправляемся опять с отсутствием навигации это делать сложно постоянно вы прожимаете кнопку карты чтобы понять куда вам вообще ехать да есть указывающая стрелочка но стрелочка это не немножко не то она ведет как-то странно я на нее смотрел полагался но иногда заезжал все-таки не туда но в этом занятии есть еще одна проблема которую я не понимаю как опять же таки могли допустить разработчики повторюсь что проект не тестировался вот и я говорю на сто процентов когда мы доставляем на последнюю точку этот тростник кобыла пропадает вместе с телеги а обратно зацикленные работы здесь нету если на первом рабочем занятии я говорил да существует цикл телега исчезла берем другую работу собираем телегу она нас везет на 1 маркер опять пропадает мы проходим 10 метров встаем на маркер берем новую работу здесь такого нету а это еще раз повторюсь дикая местность здесь бегают волки кабаны и крокодилы как мне добираться я не знаю ну только путем отжимания у бота лошади но я уже об этом об этом говорил что вам вначале не дается никакого ствола а у ботов то они есть и он скорее всего вас завалит ну вот только таким вот образом можно будет добраться до точки куда вы хотите но если вы не верите то вот пожалуйста я слез с лошади попытался позвать свою выскакивает табличка что лошади у меня нету а вот на том же например редвести эту проблему решили сначала давали осла потом давали клячу здесь же не дается вообще ничего вот от слова совсем ничего а купить лошадь вам не на что экономику я вам только что показал ну вот на этом рабочем занятии платится как вы могли заметить 51 цент но здесь есть но да это больше чем 30 центов но отсюда вам придется каким-то образом добираться обратно до тростника бегом или с помощью отжимания лошади у бота что может закончиться вот таким вот вариантом который здесь есть да да у ботов есть стволы у тебя нету как хочешь так вот и крутить не знаю вот еще расскажу но не тестировали этот проект не тестировали иначе бы вот такой вот косяк но не мог бы быть вот таким явно выраженным ну и цена на дом вы тоже наверное заметили да это к тому что я говорил экономика абсолютно не настроена даже работой за 51 цент вы сойдете с ума просто потому что вам никак не добраться обратно до точки сбора тростника ну никак вот не добраться я попытался отжать в очередной раз телегу ну и вот чем это все закончилось но надо сказать что вот система восстановления на этом проекте мне понравилось гораздо больше чем например на радвести на радвести вы не встанете никаким образом пока не на зайдете в дискорд не вызовите оттуда медика медик не зайдет на сервер ну и вот только тогда вас смогут поднять здесь же спустя какое-то время вы просто появляетесь в заднице мира до задницы мира но вы появляетесь без всяческих медиков это хорошее решение на самом деле хорошее потому что вот на том жире 200 и я откисал несколько раз ну не было медика ну что-то поделаешь здесь ну нету медика и тебе приходится тоже выходить сервера потому что ну ну нету медика что ты будешь смотреть как ты лежишь часами поэтому нет здесь гораздо лучше это сделано до проходит какое-то время да там вы теряете часть денег часть слота и благополучно появляетесь какой-то задницы мира это по крайней мере лучше чем часами ждать когда медик соизволит зайти на проект поэтому это я считаю сделано гораздо лучше ну а далее опять поиски лошади опять же риск надо воровать лошадь по-другому вы никак не выберетесь лошади своей у вас нету позвать вам на помощь некого опять я это считаю недоработкой не тестированием проекта вот так вот бросать игрока на то чтобы он решал свои проблемы самостоятельно такое себе решение это только нагружает игрока по времени потому что ты решаешь не какие-то игровые проблемы да не участвуешь в экономике ты просто пытаешься добраться от точки а до точки б каким-то нелепым образом на свой страх и риск как говорится не имея в общем то ничего поэтому следующие задачи я решил себе поставить на поиск какого-нибудь ствола ну и вообще как еще можно здесь под заработать а для этого я поехал на значок который стоит посреди сэм дэни вопросительный знак написано какой-то персонаж подойдя к нему он дал мне задание найди какую-то карту что ли уж честно говоря не помню но вы сейчас это видите вот написано внизу и больше никакого пояснения я как дурачок начал лазить по этой фазенде как он ее назвал в поисках оказывается для того чтобы найти это чертеж или карту что-то там он мне попросил сейчас не помню нужны отмычки но об этом нету нигде ни слова вы опять тратите время просто из-за того что проект не не интуитивный непонятный не информативный не он вам не говорит что от вас требуется то есть дается задание а что по заданию нужны отмычки нигде слова не указано я как дурачок потратил 20 минут в поисках этого гребаного шкафа который открывается только отмычками вот такие вот задания на этом проекте почему я и говорю что проект не тестированный но невозможно же да если вы ставите скрипты если вы его настраиваете но невозможно же не увидеть что для задания нужен инструмент а про этот инструмент ты узнаешь только когда потратишь какое-то определенное количество времени от того как быстро вы найдете этот шкаф зависит только от вас конечно же может быть вы сразу к нему подойдете увидите ага нужны отмычки и уйдете а может быть потратить 10 минут как я и только потом я понял что нужны отмычки а ведь можно было бы об этом написать в самом начале когда персонаж и напишка давал мне задание например пояснить да если у тебя есть отмычка пойди и найди пожалуйста для меня вот такую-то карту у меня нет отмычки я не пойду туда я не буду тратить свое время но здесь это сделано вот так ну и соответственно уже натерпевшись изрядно от этого проекта я решил покинуть данный город вы просто по той простой причине что почему-то в самом большом городе проекта нету магазина с оружием я не могу купить себе оружие я даже не могу узнать сколько мне надо денег для этого магазин с оружием есть только в валентайне туда-то мне и пришлось отправиться дорога надо сказать не короткая то есть ехать надо ну до центра карты опять через поиск какого-то npc шки и отжать и у него лошади по дороге у меня сдохла одна лошадь поэтому взял я сначала одну лошадь а приехал уже совсем на другой лошади валентайн оказался достаточно насыщенным городом здесь есть практически все и оружие и банк и даже есть какие-то соревновательные мероприятия и типа тотализатора на боях которому мы коснемся чуть позже здесь я и начал пробовать зарабатывать какими-то другими способами и первый мой способ это сбор сбор растительных ресурсов вокруг валентайна для с целью их продать и вот то о чем я говорил самом начале как бы узнать экономику купите например еды себе до купить себе воды потому что ну нету здесь не еды не воды больше нигде не взять у меня нету оружие я не могу убить животное я ничего сделать не могу но магазины вы видите сами не работают вот они просто не работают то есть я буду играть до того момента как жажда меня убьет все то есть мое время на этом проекте она строго ограничено где взять воды я не знаю магазины не работают инписи шка стоит менюшка есть но при взаимодействии вот то что вы сейчас видите просто голый экран в общем то ничего нету ничего не работает то те ресурсы которые я собираю их можно употреблять но они дают очень и очень малого эффекта то есть насыщение есть а вот например жажду вы никак не утолите поэтому мне оставалось только ждать когда жажда меня прикончат ну вот так вот здесь работают магазина купить что-то или продать невозможно ну и поняв что сборами ресурсов я не заработаю и даже не пойму возможно ли продажи и сбором ресурсов зарабатывать я пошел в магазин с оружием надеюсь на то что я куплю какой-нибудь ржавенький ствол может быть мне хватит трех долларов там на что-то но сколько что стоит вы сейчас видите магазин оружие работает в отличие от продаку продовольственного магазина но цены посмотрите сами до вспоминаем начало ролика где я рассказывал сколько чего вам надо заработать для того чтобы заработать хотя бы 30 долларов сколько надо побегать до сколько провести здесь времени это про 30 долларов мы говорили да почему я говорил именно 30 потому что здесь есть например нож за 25 долларов есть топор за 30 чем-то там долларов да ну а оружие начинается от сотки и там уже в общем-то цены совсем запредельные заоблачные где взять такие деньги и сколько надо провести времени на этом проекте чтобы заработать себе на какой-нибудь ствол я не знаю и это цены только на ствол а еще к нему уже нужны патроны которые тоже здесь продаются вот в общем то вы сейчас это все видите где взять эти деньги я серьезно не понимаю и не знаю поэтому я и сказал что экономика не тестировалась ну невозможно зарабатывать по 50 центов до при стоимости в 120 там 150 долларов за оружие это просто неподъемные деньги каких-то других занятий я больше не нашел да здесь в валентане тоже есть рабочие занятия наподобие того же что я уже показывал есть уборщик точно также ходишь по точкам смотришь на анимацию подметания есть доставщик тоже можно ездить но это все тоже оплачивается копеечна действительно я никак не могу понять где взять вот такие вот цены где взять вот такие вот заработки где вообще здесь берут деньги как звучало в ролике да придется немножко попотеть так не не попотеть как я сказал придется умереть здесь на этом проекте чтобы заработать себе на что-то но я поставил себе цель заработать 30 долларов хотя бы чтобы купить топор но я уже понял что древесину мне некуда продать потому что магазин не работает и куда ее вообще продавать и тоже не понял хотя бы топором какого-нибудь зайца завалите попробуйте его продать мне удалось завалить впоследствии оленя топором но за оленя заплатили меньше чем за одну точку уборки на вот этому рабочем занятии поэтому считаю что это вообще отвратительная неправильная вещь может быть из-за того что у меня не было ножа я не смог разрезать и разделить на шкуру там на мясо может быть из-за этого но ножик стоит еще 25 баксов то есть в результате вместе с топором не нужно было бы иметь 55 долларов а где их взять ну где их взять с такими заработками я действительно не понимаю откуда же взялись у меня эти 30 долларов опять возвращаемся к тому что проект не тестированный сырой сырой как я не знаю что как не выжатая тряпка еще расскажу что я не тестировщик я никакого отношения к этому проекту не имею я вот просто так зашел как простой игрок да и тут же нахожу вот эти вот косяки которые должны были быть по фикшен еще на стадии разработки на стадии заливки этих скриптов и я пошел на этот тотализатор ну и как это работает надо сказать откровенно честно работает это наверно только тогда когда нет никого на проекте как я выбрал это мне время подходим к тотализатору в одном углу стоит один нпс шка в другом стоит другой нпс шка и вот у этого посередине нпс есть так сказать ставки чем выше ставка тем меньше вы зарабатываете то есть ставить надо сразу же смотрите имя до стрелочка вправо стрелочка влево это имя выбираем бойца и есть можно ставить 1 доллар можно ставить 5 долларов внизу нижняя строчка это показатель того как вы поднимаются ставки то есть чем ставки больше тем меньше вы выиграете то есть чем раньше вы поставили на бойца тем больше вы ваш вариант выигрыша что же мы делаем мы смотрим имя я всегда брал имя бойца который слева берем его имя ставим на него пять долларов и тут же бежим и гасим того второго который в в другом углу гасим его соответственно наш персонаж выиграл даже не начав бой ждем когда придет наша оплата за выигранный бой появляются следующие нпс шки у них другие имена опять я выбирал левый угол ставил на него бежал валил того второго и так ждал когда мне накапает деньги вот таким вот баган им образом я заработал эти сраные 30 долларов на которые купил топор это должен был и сделать и исправить еще разработчик вот я всегда говорю и не устаю об этом говорить если вы делаете проект моделируйте ситуации моделируйте пробуйте делайте все возможное чтобы убрать и искренить все баги и косяки но этого не происходит поэтому я пользовался вот такой вот недоработкой этого проекта и в общем-то участвовал в боях как третья сторона ставил на одного шел гасил другого и зарабатывал денежки даже здесь денежки зарабатываются не быстро но какие-то там 30 долларов мне все-таки удалось нафармить таким образом из-за чего я пошел на охоту с топором убил оленя продал его и понял что овчинка выделки не стоит как и весь этот проект на самом деле потому что я считаю что вот такое отношение к игрокам да это не уважение это моя точка зрения я считаю это не уважением вы не потратили времени вы не удосужились настроить вы не удосужились сделать игру игрока комфортный поэтому я считаю что это проект провальный по крайней мере вот на этой стадии который я вам сейчас показал проект я считаю не играбельным кривым косым не протестированным несбалансированным ну а если вам понравилось этот проект и и хотите поиграть поучаствовать в этом может быть убедиться с на своем опыте заходите играйте проект открыт к нему есть свободный доступ есть группа вконтакте есть объяснительное показательное видео как здесь надо что делать ну и в общем то наверное на этом я буду заканчивать потому что терпение мое не бесконечно проект вымотал меня да и надо сказать что уже через 20 минут после того как я прибежал с этим оленям жажда все-таки меня прикончила да можно было бы опять с ван хор на добежать жажда и здоровье у вас пополнится каким-то образом добежите и еще сможете существовать пока жажда опять вас не прикончит какие еще есть здесь рабочие занятия честно говоря у меня уже не было желания даже и искать и смотреть может быть есть еще что-то может быть может быть есть какая-то где-то там еще интересная работа но у желание уже дальше изучать этот проект меня покинуло поэтому я наверное оставлю это все на ваш суд и если кто посмотрел это видео ему понравился проект заходите играйте потестируйте может быть пообщаетесь с разработчиком не знаю вот такой вот проект и я показал и высказал свое мнение ну а вы вольно выбирать свою сторону на какой вы как говорится будете играть заходите играйте получать свое удовольствие отыгрывайте рп участвуйте в экономике в развитии ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго